В Омской области бывшего чиновника обвиняют в убийстве матери. Мужчина жестоко избил престарелую женщину, а после заявил, что та умерла от старости. Раскрыть преступление помогла экспертиза. Наши корреспонденты продолжат тему. Там упала сперва. Домой ее занял, на кровать посадил. Там она упала каким образом? Чем ударилась? Лицом прямо ударилась. Примерно это же Владимир расскажет прибывшим сотрудникам служб экстренного реагирования. 85-летняя мать упала, ударилась головой, оттого и скончалась до приезда медиков. Вполне логичную версию поставит под сомнение результат экспертизы. На теле бабушки специалисты обнаружат переломы ребер, черепно-мозговую травму и многочисленные кровоподтеки. Многовато для одного падения. Между сыном и матерью возник бытовой конфликт. Так как мать не могла уже самостоятельно за собой ухаживать и плохо передвигалась по дому. Сын испытывал определенные неудобства в связи с этим. Разлившись в очередной раз на проявление матерью, можно сказать, беспомощности в бытовых вопросах, он нанес ей один удар рукой в область затылка, отчего она упала, ударившись грудной клеткой. На этом Владимир не успокоился. По версии следствия, он нанес матери еще не менее трех ударов ногами по телу, отчего у престарелой женщины образовались множественные переломы ребер и травма головы. Бабушка корчилась от боли на полу. Заботливый сын укрыл ее простыней. По ложе был, наверное, лежал тут. И все, и больше я ничего не делал. Характеризуется он положительно. Тоже уже достаточно приклонного возраста мужчина. Находится на пенсии. Ранее занимал руководящую должность в одной из организаций. В сельском поселении ранее к уголовной ответственности не привлекался, как и к административной. Теперь ранее несудимого Владимира обвиняют в совершении особо тяжкого преступления. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство». Благо меру пресечения суд избрал в виде подписки о невыезде. У Владимира была возможность похоронить свою мать.